Вопрос об охране окружающей среды обсудили на заседании правительства Ивановской области. Экологическая обстановка в последние годы довольно стабильная. И это во многом благодаря тому, что на территории региона нет крупных промышленных предприятий. Правда, дышать полной грудью с каждым годом становится все опаснее. 70% загрязнений воздуха приходится на автомобильные выхлопы. Роль автомобилей в ухудшении качества воздуха особенно заметна в городе Иваново. В последние годы здесь наблюдается устойчивое загрязнение воздуха вредными веществами, характерными для выбросов автотранспорта, бензопиреном, фольмердегидом, взвешенными веществами. Несмотря на это, город пока не входит в приоритетный список городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Самая актуальная проблема на сегодня, касаемая охраны окружающей среды, утилизация бытовых отходов. Заниматься этим муниципалитеты должны самостоятельно. Куда регион девает мусор, дело зачастую темное и плохо пахнущее. Достоверно известно лишь одно – допустимый срок эксплуатации большинства свалок уже истек. На неоднократные запросы Департамента жилищно-коммунального хозяйства в адрес муниципальных образований по предоставлению сведений об организации сбора ВВЗ ТБО на подвесных территориях информация либо предоставляется в усеченном объеме, либо совсем не предоставляется. В связи с этим, по нашему мнению, достоверность статистических показателей вызывает определенные сомнения. И загрязненность территории области гораздо выше, чем это отражено в официальных данных. Стоит отметить, что именно проекты по охране окружающей среды финансируются неохотнее всего. А потому не обойтись без привлечения инвесторов к этому нечистому делу. Депутат областной думы Павел Попов посчитал, сколько денег потребуется, если каждый из 27 муниципалитетов по всем правилам оборудует свой полигон. Для начала необходима специальная площадка. Это порядком 15 миллионов рублей. Для закупки новых контейнерных парков, потому что весь контейнерный парк на сегодняшний день полностью не соответствует стандартам. И всех новых автомобилей, которые сегодня тоже не соответствуют стандартам, это еще 15 миллионов рублей. Таким образом, порядка 30 миллионов рублей – это тот минимум, который нужно для того, чтобы сегодня муниципалитет соответствовал хотя бы общеевропейским стандартам. Не говорю уже о больших, о переработках и так далее. Вы прикиньте, умножить на 27 – это почти миллиард рублей. Подобный эксперимент с Ивановской областью вряд ли возможен. А потому правительство предлагает ограничиться шестью крупными полигонами. Мусор со всего региона будут свозить в Тейковский, Гаврилово-Пасадский, Южский, Кенишемский, Шуйский и Приволжские районы. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.